Всем Аньон! Это по-корейски привет! Я рада вас видеть на своем канале Марьяна Корьяна. Мой блог посвящен корейской косметике. Сегодня у меня обзор на тонер от бренда Тони Молли. Называется AC Control Toner. То есть это тонер, тонер, тонер для проблемной кожи. Из этого видео мы разберем состав, посмотрим на консистенцию, а в конце я расскажу о своих впечатлениях. Приятного просмотра! Оставайтесь со мной! Также не забудьте подписаться! Вот наш тонер от бренда Тони Молли. Называется AC Control Toner Skin Shooting and Problem Care. То есть для успокоения и для проблемной кожи. Здесь у нас в составе имеется растительный комплекс экстракта центеллы азиатской, портулака, алоэ, листьев шалфея, алтая лекарственного, семян гунжута, камелии японской и других растений. В общем, все эти компоненты оздоравливают, успокаивают, увлажняют, тонизируют и обеззараживают кожу. Также имеется алантаин, который регенерирует, увлажняет, сужает поры, придаёт коже гладкость. В общем, сейчас покажу консистенцию. Очень жидкий этот тонер. Мне, конечно, больше нравится более густая консистенция. Аромат приятный, ненавязчивый, очень быстро впитывается, не оставляя ни пленки, ни липкости, ничего. В общем, моментальное поглощение кожей, за что мне он и нравится. В общем, хороший такой тонер. Могу вам, в принципе, рекомендовать. Здесь удобная помпа. Можно использовать на ватный диск, наносить и протирать таким образом лицо. Либо же в ладошки и похлопывающими движениями на лицо. В общем, дизайн такой хорошенький. 180 мл хранить после открытия 12 месяцев. В общем, очень мне нравилось всё в своё время. Но сейчас уже есть другие любимчики. Пришло время подвести итоги. Что-то я распелась. Шутки в сторону. В общем, данный тонер мне понравился. На то время, когда я им пользовалась, это было целых два года назад, он оказался очень даже таким неплохим. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, он хорошо увлажняет, быстро впитывается без липкости. При этом матирует, тонизирует, освежает. Ну, что ещё ждать от тонера. Но, к сожалению, есть минусы. В одиночку он не справится с воспалениями. На это надеяться не стоит. Нужно что-то посерьёзней. Но, в принципе, для молодой подростковой кожи он будет хорошим. Могу рекомендовать. Хотя в составе есть спирт, кто его боится, но на моей коже это никак не отразилось. У меня жирная, проблемная кожа. И, в общем, никаких побочных эффектов в виде того, что сохла кожа или там какие-то шелушения появлялись. Нет, такого не было. В общем, а такой вот у меня получился обзорчик. Надеюсь, видео было полезным. Если это так, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет внизу. Там очень-очень много интересного. Показываю ассортимент, что продаётся в корейских магазинах. А также рассказываю о Корее. В общем, спасибо всем за внимание. Пока-пока!